Всем привет, друзья! С вами Гемель Карбарк. Всех приветствую! Итак, это первый Рим. Let's play за империю Селивкидов. 38 серия. Продолжаем играть. Ситуация у нас весьма напряженная. На всех фронтах у нас огромная империя. Да, мы вот, я не знаю, в Средней Азии, наверное, где-то там, да, и прям до Балкан растянулись наши владения. И на Балканах у нас очень напряженная ситуация с Римом, и у нас напряженная ситуация с Римом в Египте. Здесь дом сцепиончиков с нами воюет. Очень плохая ситуация. Мы потеряли Фивы, не смогли защитить город, да. То есть войска, которые мы подготавливали, они не успели подойти туда вовремя, но сейчас на освобождение Фивы мы выделили целую армию под командованием Тиграна. Епифана. И он с фуллстэком осаждает город, но в городе сидят очень крепкие ребята, поэтому будем ждать, пока защитники города сами выйдут и нападут на нас. Плюс здесь вот этот неудачник, который потерпел сокрушительное поражение под Петро, и, да, если бы мы там победили, собственно говоря, фракция Египет была бы, наконец-таки, полностью уничтожена, и мы могли бы спокойно сосредоточиться на войне с Римом, там, и на других наших каких-то проблемах. Да, сейчас мы вынуждены тащить армию в Александрию на переобучение, на этот нам понадобится, я думаю, 2-3 хода, и после этого этой армией посмотрим уже куда, либо в сторону Петра выдвинемся, либо уже пойдем в сторону Сивы. Время покажет, как говорится, но не все заканчивается на наших войнах с Египтом и Римом, у нас здесь вторжение произошло с Кифов, они захватили Фраспу, и мы сейчас контратаковали их. Сейчас Фраспа тоже в осаде находится с нашими войсками, надеюсь, что в ближайшее время город освободил, у нас здесь слоны, колесницы, в общем, упакована наша армия как следует. Ну и наше контрнаступление, собственно говоря, мы осаждаем Аланию. Здесь также на Кавказе нарисовалась армия Парфян, которого здесь очень давно не было, и судя по всему они тоже хотят принять участие в этой войне. Гигантская армия, греческая, которая здесь тоже тусуется, но, в общем, не все, слава богу, к сожалению, у нас здесь пока что. Будем думать, как разбираться с этой ситуацией. Слава богу, денег у нас достаточно, плюс мы тоже не сидим, сложа руки, и наша армия здесь недавно высадилась в районе Спарты, осадила город, захватила ее, и эту серию мы начнем как раз-таки с битвы против... Эту серию мы начнем с битвы против греческих войск под Спарты. Здесь у нас Демарис Хиоса, и кто там у него еще? И какой-то обычный капитан, да? Да, капитан Плейстарх. У капитана три отряда, здесь десяток солдат, но мы превосходим их полностью, так что я думаю, здесь будет достаточно упорно. Но в то же время достаточно легкая победа для нас. Ну и после разгрома этих войск мы спокойно выдвинемся в сторону Каинфа и Афины. Собственно говоря, на этом, думаю, история греков подойдет к печальному... К очень печальному концу, я бы сказал. Ну, давайте уже заканчиваем наши разговоры. Дмитрий Мясник отправляется в битву против греков под Спартой. Ну что ж, вот она, первая армия греческая. Она прям напротив ворот выстроилась. Вторая армия где-то там вдалеке, но это не важно. Так, стрелки у меня есть три отряда лукарей, это хорошо конница. Так, у меня другие ворота, где? Так, ворота, ворота. Ого. Очень далеко. Так что ладно, будем выходить, значит, все отсюда. Так, тротиковая кавалерия, два отряда, лисница, наемный гоплит. Все, начинаем битву. И выходим из города. Давайте поставим на вторую скорость. Даже давайте на максимальную. Так, они отступают к своим основным войскам. Они подходят с того края карты. И они идут на объединение. Достаточно правильное действие со стороны ИИ. Так, сейчас наши пехотинцы выйдут. Гоплиты и за ними сразу лучников. Причем нам надо постараться не просто эту армию разбить, а уничтожить ее полностью, потому что в дальнейшем эти ребята могут составить для нас проблему. Давайте пробежимся. Ну и гоплиты этого тоже сюда. И генералы сюда. Движемся вперед всей армией. Так. Можно уже, в принципе, ставить на вторую скорость. Конечно же, лучниками будем сейчас стрелять по спарта-чам. Раз, два, три, четыре отряда. Вот сюда вперед. Так. Два отряда вот сюда. Один сюда. Так. Эти два сюда. Так. Ну что, а тут видите? Включаем обычную скорость. Там у нас один отряд. Так. Здесь опускаем копию, бьем. Здесь бьем. Так, лучники. Стоп. Так. Здесь этот отряд сюда. Ну и этих тоже сюда. Так. Здесь копию надо опустить. Так. Так. Основная армия, вон она оттуда движется. Так. Давайте частично вот сюда. Ой, спарта-чи там раздают-то, а? Делаем сюда. Так. Это один отряд сюда. Эти сюда. Эти сюда. Эти сюда, но вот эти спарта-чи тоже дрогнули. Спарта все-таки тоже бежит, как оказывается. Так. Все этих можно и так завалить. Просто по-быстрому. Так. Так, легкую культуру победим. Как и не было. Эти отступают. Ох, твою же мать, это хреново. Ну-ка. Догоняем конницы. Завалили здесь командующего вражеского. Капитанщика. И полководец мертв. Его люди знают, что их судьба решена. Бежим, преследуем. Слегка хотя бы цепануть их, чтобы они остановились. Поверьте. Поверьте. Так. Чардж в спину. Так. Слегка, чтобы просто тупо остановить их. Давай, давай, давай. Да, ну, видите, один отряд испугался, убежал. Два, три отряда сразу испугалась, убежал. Это круто. Поверь, даже ударить сюда, в принципе. Ой-ой-ой, как они паникуют-то. Ой-ой-ой, как хорошо. Так, ну ладно. Раз уж так, то сразу ударим. Генерал наш рядом, если что, окажет поддержку. Частично, видите, они уже за красной линией. Ну, только частично. Да, давайте продолжим. По максимуму сейчас. Завалим. Посмотрим процент убитых. 76, ну, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Все, можно завершать. Здесь уже никого не осталось. Давайте посмотрим на циферки. Заговорочная победа. 586 человек мы ликвидировали. Но при этом, посмотрите, потеряли 160. Я думаю, что потерь будет меньше. Но в любом случае, очень важная победа. Отлично. Вернулись на стратегическую карту. Осада со спарты снята. И мы переходим в дальнейшую атаку. Частично восстановим сейчас наши войска. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрядов. Атакуем Каримф. Строим башенки, таранчики. Отлично. Так, наемные войска тоже туда. Хорошо, наверняка, можем еще брать здесь. Так, нет. А, если сюда перейдем. Здесь уже можно. Да, берем. Отлично. Значит, так, конница у меня. Так, один отряд пострадал. Его мы оставим. Два возьмем. Так, дротики. Тут один тоже возьмем. И три отряда лукарей тоже передаем. Вот сюда. Хорошо. Так, оставшиеся войска мы сейчас будем здесь переобучать. Замечательно. И будем нанимать войска. Давайте возьмем четыре отряда пикинеров. Для начала. А там дальше поглядим. Что да как. Так, в Ларисе у меня тоже мощные войска. И здесь армия Дома Брутов прется в сторону Ларисы. И мне, судя по всему, нужно будет выходить им навстречу. Да. Да, именно это мне и надо будет сделать. Так, Фессалоники. Блин. Парням нужна помощь. Так, я, по-моему, что-то перекидывал туда. Да, да. Вот здесь у меня отряд из пяти отрядов фалангитов. Замечательно. Туда. Плюс колесо туда. Зарядим. Отлично. В Сардах тоже войска. Так, замечательно. Значит, из Сарда два отряда кавалерии. И давайте три отряда пехоты. Это уже очень-очень здоровецкие войска, получается. Так, давайте сразу забьем сюда очередь найма. Пять отрядов пехоты и три отряда колеса. Замечательно. Так, что мы будем делать с Египтом. Ну, здесь особо уже... Я не помню, что-то как. Так, а, да, на помощь мы сюда спешим, потому что нас бостру осадили повстанцы, а так как это высокий уровень сложности, такое будет периодически происходить. Ну, ладно, друзья, думаю, нужно заканчивать этот ход. Посмотрим на действия наших противников. Это битва. Битва за Фивы. Так, 1450 против 1200. У противника просто колоссальный перевес, потому что это все крутейшая, наикрутейшая римская пехота, которую... Хер чем пробьешь, я извиняю за слова. Давайте немножко отступим, посмотрим, они пойдут за нами или нет. Я почему сейчас отступаю? Потому что рассчитываю на то, что они разделят свои войска хотя бы частично. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, они за нами не пошли, к сожалению. Ну, ладно, мы сейчас вернемся обратно, и мы их там в покое оставлять, конечно же, не будем. Мы их в покое оставлять не будем, и мы сейчас можем взять наемника даже. Отряд верблюжатины, да, мы можем... Это отлично, давайте возьмем, выведем пельтастеров и возьмем верблюжачью. Кавалерию. Атака. Отлично, осаждаем. Этот гражданин пускай стоит рядом. Хорошо. У-у-у, блин, посмотрите на войска дома Юлиев. Просто жесть какая-то, просто жесть. Вот же Аш-Сузы большой в город, отлично строим здесь. Кстати, что мы строим? Полоты совета, да? Ну, пойдет, ладно. Так, объявление по фракции совершеннолетия. Хорошо. Галикарнаси у нас новый генеральчик появился наш. Так, Мазака. Большой город, строим рынок, вернее сказать, агору и штук агоре можно при совокупить. Так, я даже не знаю. Ну, пока пускай будет агора, там дальше поглядим. Так, а куда делась армия парфянская? Она вот где идет, сто процентов. Сто процентов. Здесь идти еще сколько, еще один ход. Я думаю, как только мы закончим, они на нас нападут, да? Ну и ладно. Так, передаем подкрепление, собственно говоря, в нашу армию, осаждающую. Каримф, так, зеленые войска сюда, а наши сюда. Так, еще один отряд, да, вот этот отряд поменяем на нашу конницу и наемных гоплитов на нашу конницу. Я думаю, вот так будет более сбалансированная армия. Атакуем, что говорит авторасчет? 10 к 3, да, давайте рискнем, возьмем город. Безоговорочная победа, отлично. Каримф наш. Само собой, ликвидируем здесь всех и захватываем чудо. Статуя издельца в Олимпии. Наша армия захватила одно из знаменитейших чудес света. Такой трофей достойный богов. Статуя издельца дает улучшение, плюс 4 лояльности жителей всех городов. То есть, везде, где сейчас могли быть бунты, плюс 4 к порядку. Это очень круто, это очень круто. Так, зеленые войска. Так, давайте отправим их пока в Спарту. Пускай тусуются в Спарте. Ну, потом будем перекидывать их в более необходимые места. Так, отремонтируемся. Казарму нам нужно отремонтировать. Потом можно будет нанимать, ну, вернее, ремонтировать уже армию, да, пополнять ее численность. А давайте глянем вообще, что у нас здесь за потери. А потери, кстати, не такие уж и большие. И я, знаете, что сделаю? Я сразу осаду начну Афин. Да, давайте начнем с осаду Афин, таранчики, башенки. Чем быстрее мы вот это все закончим, тем лучше, да, и сможем спокойно уже сосредоточить наши силы на Риме. Потому что Рим прет вовсю и нужно с этими парнями арамейскими заканчивать. Побыстрее. Так, вот так. Хорошо. Уже, уже неплохо. Так, и вот здесь вот так сделаем. Отлично, так. А давайте даже сделаем следующий образом. Вот эти войска я перекинул в Каримф, а из Каримфа наши, вот эти, которые пострадали в боях, перекинул в Спарту. Сейчас мы в Спарте их переобучим. Они быстренько придут в боеспособное состояние и уже смогут дальше помогать нам активно в войне. Друзья мои, я думаю, на этом можно заканчивать нашу очередную серию. Война очень напряженная. Посмотрите, здесь уже дом Брутов почти рядом с Ларисой. И здесь сейчас нужно будет их атаковать, чтобы они не осадили город, чтобы у нас была возможность... Так, здесь отменяем найм, чтобы у нас была возможность здесь... Хотя нет, не отменяем, зачем мы отменяем? У войска перекинем потом в Фессалоники. Фессалоники, так давайте сделаем это прямо сейчас. Три, четыре, Фессалоники, а из Фессалоник... Так, а там конец можно нанимать, переобучить? Да, можно. Так, а из Фессалоник... Третьи войска туда на переобучение. Так, замечательно. Так, да, нужно будет их атаковать, чтобы они осадили город, чтобы у нас было место для маневра. Ну и, собственно говоря, отбиваем тогда нападение сейчас дома Брутов на Ларису. Захватываем Афины. И дальше этими двумя армиями, которые сидят в Ларисе и которые сейчас отрождают Афины, выдвигаемся, атакуем Феермон и Аполлонию. И выбиваем полностью тогда дом... Ну, римские фракции с юга Балкана. Это будет очень-очень-очень-очень круто. Если нам это удастся сделать в течение следующей серии, это вообще будет замечательно. Ну и после этого займемся уже, собственно говоря, Египтом и Скифами. Всем большое спасибо, друзья мои, за внимание. Обязательно ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на мой Инстаграм и Вконтакте находится в описании. Обязательно добавляйтесь. Очень скоро увидимся. Пока-пока.